Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок! Сегодня хочу вам показать мои любимые рецепты с кабачками. Они все приготовлены из простых продуктов и очень вкусные. И первый рецепт это запеканка. Продукты, которые для нее потребуются, вы видите на экране. Итак, нам потребуется 1 килограмм молодых кабачков и их нужно порезать на кружочки толщиной примерно около 7 миллиметров. Затем опускаем их в кипящую слегка подсоленную воду. На большом огне при закрытой крышке доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим 30-40 секунд. После этого откидываем на сито и оставляем хорошо стечь. Ну а тем временем берем 300 грамм сметаны, у меня 15% вбиваем 3 яйца. Специи можно брать абсолютно любые. У меня пол чайной ложки соли, щепотка мускатного ореха и немного сухих трав. И теперь все это хорошо перемешиваем. Взбивать ничего не нужно, перемешали и этого достаточно. Теперь добавлю сюда 150 грамм твердого сыра, потертого на мелкой терке. Пучок мелкопорезанной зелени у меня петрушка. И еще раз хорошо перемешаю. Далее берем любую стеклянную форму, у меня вот такая прямоугольная, и выкладываем кабачки. Специально остужать их не нужно, вот насколько остыли, настолько и хорошо. Вот видите, я вот так выложила примерно в один слой половину кабачков. Теперь заливаю половиной заливки, сверху вторую половину кабачков и всю оставшуюся заливку. Все, ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов, примерно минут на 30. Там уже смотрите по своей духовке. Вот такая красота получилась. Сразу не режем, даем немного остыть, чтобы сыр схватился. Ну и конечно же я разрежу и покажу вам серединку. Запеканка получается очень нежная и нравится абсолютно всем. Попробуйте приготовить для своих родных. Второй рецепт это очень вкусный песочный пирог. Продукты, которые для него потребуются, вы видите на экране. Итак, берем 200 грамм холодного сливочного масла. Его нужно порезать кубиками, либо потереть на терке. Добавляем 300 грамм муки, пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара и пол чайной ложки разрыхлителя. И все это быстро перетираем в крошку. Старайтесь сделать все быстро, потому что масло под руками тает. Теперь добавляем сюда одно яйцо, перемешиваем и собираем тесто в комок. Вот такое мягкое, слегка липнущее к рукам тесто у вас должно получиться. Теперь берем обычный пищевой пакет, заворачиваем его. И в таком виде ставим в холодильник примерно минут на 30. Тем временем берем молодые кабачки, у меня 2 штуки вышло на 830 грамм. И трем их на крупной терке. После этого добавляем немного соли, хорошо перемешиваем и оставляем примерно минут на 15. Тем временем в емкость взбиваем 2 яйца, добавляем 200 миллилитров 20% сливок, специи любые по вашему вкусу, у меня чайная ложка соли, немножко черного перца. И все это взбиваем вилкой. Затем сюда 150 грамм любого твердого сыра, потертого на мелкой терке, мелко порезанную зелень, у меня укроп и петрушка. И кабачки, которые уже немного пустили сок и их нужно отжать. Получается очень много лишней жидкости, которая в пироге абсолютно ни к чему. И все это хорошо перемешиваем. К этому времени уже как раз прошло 30 минут, тесто отдохнуло. Включаем духовку на 180 градусов и оставляем греться. Берем форму, у меня вот такая разъемная, диаметром 26 сантиметров. Выкладываем в нее тесто. И равномерно распределяем, делая бортики. Старайтесь, чтобы толщина была везде одинаковая. Берем начинку, еще раз ее хорошо перемешиваем и выкладываем на тесто. Пирог ставим, напомню, заранее разогретую духовку до 180 градусов, примерно минут на 40. Вот такой красивый пирог получается. Оставляем его остыть. Ну и конечно же я сейчас разрежу и покажу вам, какой он в середине. Пирог очень вкусный, сытный и отлично подойдет к обеду. Третий рецепт это очень вкусный мясной рулет. Продукты, которые для него потребуются, вы видите на экране. Для рецепта нам потребуется 500 грамм молодых кабачков и их нужно натереть на средней терке. Затем добавлю в них 3 чайные ложки соли, хорошо перемешаю и пока отставлю в сторонку. Тем временем берем емкость, взбиваем в нее 5 яиц, добавляем 200 грамм сметаны, у меня 15% немного черного перца и все хорошо перемешиваем. После этого добавляем 100 грамм любого твердого сыра, потертого на мелкой терке. 25 грамм манки, это 1 столовая ложка с такой хорошей горкой. И кабачки, но прежде чем их добавить, нужно немного отжать, потому что лишняя жидкость тут тоже абсолютно ни к чему, она будет только мешать. Все это хорошо перемешиваем и оставляем на 5-7 минут, для того, чтобы манка немного набухла. Время прошло, теперь берем противень от духовки, у меня размером 43 на 33. Я его устелила тефлоновым ковриком, но также можно использовать пергаментную бумагу, либо силиконовый коврик, то, что у вас есть. Еще раз хорошо перемешиваем тесто и выливаем равномерным слоем. Все, ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов, примерно на минут 15-20, ну а там уже смотрите по своей духовке. Ну а за то время, пока печется основа, нужно приготовить начинку. Для нее я взяла 500 грамм фарша, у меня свинина, но в принципе вы можете взять абсолютно любой. Добавлю 2 небольшие измельченные луковицы, для этого рецепта лук надо именно измельчить, либо натереть на терке, для того, чтобы он пустил побольше сока. И специи, вы можете добавлять абсолютно любые по своему вкусу. У меня сегодня пол чайной ложки сухого чеснока, пол чайной ложки хмели-сунели и пол чайной ложки соли. Все это хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторонку. Основа готова. Долго в духовке ее не удержите, чтобы не пересушить. Как только заметили, что она начала подрумяниваться, сразу же выключайте. И теперь ее оставляем остыть примерно до градусов 50. После этого немного поддеваем по краям, переворачиваем и снимаем. У меня тефлоновый коврик, но вы то, что использовали. Переворачиваем вот этим широким краем к себе. Ждать, чтобы полностью остыло не нужно. Вот насколько остыло, настолько и хорошо. У меня еще достаточно теплое. Теперь берем фарш и выкладываем его сверху равномерным слоем. Сильно давить не нужно, делаем это все аккуратно, чтобы основа осталась целая. И вот обратите внимание, что с этой стороны я оставила примерно сантиметр-полтора. Это нужно для того, чтобы было удобно завернуть. И теперь сворачиваем плотным рулетом. Далее берем фольгу, заворачиваем рулет в несколько слоев. Старайтесь это делать так, чтобы он был такой плотный. Затем перекладываем его на решетку и ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 40-45 минут. После приготовления ему нужно дать остыть до комнатной температуры. Ну а затем спрятать в холодильник еще на 5-6 часов. Я оставлю на ночь. Ну а после холодильника все это дело разворачиваем и можно разрезать. Вот видите, какой он красивый получается в середине. И порезать его можно довольно-таки тонко, настолько, насколько вам нужно. Такой рулет можно приготовить не только к ужину, но и подать к любому праздничному столу. Попробуйте! Четвертый рецепт это маринованные кабачки. Продукты, которые потребуются уже у вас на экранах. Итак, для рецепта нам потребуется 500 грамм молодых кабачков. У меня 2 штуки вышло на 540 грамм. Кожуру очищать не нужно. Берем овощечистку и вот так вот нарезаем очень тонкими пластинами. Теперь в отдельную небольшую емкость выкладываем 1 столовую ложку жидкого меда, 1 чайную ложку соли, 3 чайной ложки черного молотого перца, 3 зубчика чеснока через чесночницу, 100 мл оливкового масла и 3 столовые ложки яблочного 6% уксуса. И все хорошо перемешиваем. Далее к кабачкам добавляем пучок мелкопорезанного укропа. Заливаем вот этой смесью и хорошо перемешиваем. Затем перекладываем в удобную емкость, накрываем крышкой и ставим в холодильник на 2,5 часа. За это время нужно пару раз перемешать. Вот такая легкая и очень вкусная закуска получилась. Я думаю, она вам понравится. И последний рецепт на сегодня это еще одна запеканка из риса и кабачков. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Ставим сковороду на огонь, наливаем немного растительного масла, разогреваем. Отправляем в нее 3 зубчика чеснока мелкопорезанных, 2 средние луковицы, порезанные мелким кубиком. И периодически перемешивая, все немного обжариваем до золотистого цвета. Затем добавляем стакан хорошо промытого риса, у меня пропаренный. Сюда же 2 стакана кипятка, стаканы у меня на 250 мл. Хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и на небольшом огне держим до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Тем временем беру 2 кабачка, у меня завесили на 550 г, и нарезаю их средним кубиком. Вот посмотрите, примерно вот так у вас должно получиться. И теперь пока отставим их в сторонку. Берем 300 г сметаны, жирность может быть любая, у меня 15%. Вбиваем 3 яйца. Специи сюда вы можете добавлять любые, которые у вас есть, либо которые вы любите. Я добавляю чайную ложку соли с горкой, 1-3 чайной ложки смесь персов и немного сухих трав. И теперь все это хорошо перемешаю. Также нужно подготовить форму. Я взяла вот такую стеклянную овальную и хорошо смажу ее сливочным маслом. К этому времени уже как раз приготовился рис. Теперь в эту яично-сметанную смесь я добавляю мелко порезанную зелень, у меня укроп и петрушка. 100 г сыра, потертого на мелкой терке, порезанные кабачки. И рис. Он у меня готовился 15 минут и вот такой рассыпчатый получился. Специально остужать его не нужно, он у меня горячий. И теперь все это хорошо перемешиваем. Берем подготовленную форму и всю эту массу выкладываем в нее. Все, и теперь ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно минут на 40. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Вот такая красивая запеканка получается. Я только что вытащила ее из духовки и сверху смажу холодным сливочным маслом. Все, и теперь оставляем ее остыть, потому что если резать горячую, она у вас может разваливаться. Ну и конечно разрежу и покажу вам серединку. Запеканка получается очень сытная, вкусная и нравится абсолютно всем. Попробуйте приготовить. Ну а если мои рецепты вам понравились и видео было полезным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!